Музыка После смерти отца я вдруг почувствовала, что у меня мама очень одинокий человек стала. У меня произошла такая потеря. Как раз моя мама, она относилась к категории тех женщин, которые не такие сильные, не такие вылевые и не такие эмантипированные женщины. Тем более, не потому что она женщина Востока, а она сама родилась вообще в Ульяновске, или где-то рядом с Ульяновском. Потом уже, когда я исполнила, 16 лет, она переехала в Узбекистан и там уже встретила отца. Просто сама по натуре это очень мягкий, очень спокойный, интеллигентный человек. Вот во мне присутствует кровь какая-то от каких-то предков, я не знаю, наверное, по папиной линии или по маминой уже давней-давней, где вот эти татары-монголы какие-то вот, кто они там, Тимуры Тамерланы, какая-то вот воинственная, вот у меня имидж такой достаточно, какой-то такой амазонка, вся такая женщина непредсказуемая, кому противоречит. Про мою маму такого совершенно не знаю, не скажу. Она очень спокойная, очень такая тихая. Такое иногда впечатление, что моя мама, она действительно вне возраста и вне каких-то... Вот если даже происходят какие-то ситуации в семье, вот я помню, папа там расстраивался, там денег нет, не знаю, где достать, за оперу не заплатили, или там какой-то гарнитур вроде бы он где-то выиграл в Союзе композиторов, а этот гарнитур у него перед носом отнял какой-то там его коллега. У папы такая трагедия, на чем будут спать дети, дети растут, значит, во что-нибудь... Моя мама, Ксения, говорила, Абдулла, это мой папе, ты зря там типа расстраиваешься, и так хорошо. Вот ей главное как-то, знаете, она не к нам стремилась к какой-то особой роскоши, каким-то там... Она настолько духовно богатый человек и духовно богатый стержень, потому что ее родители и ее предки, там бабушка, дедушка, они были духовными лидерами вообще. Вот в Ульяновске у них была своя мечеть, они служили мечеть, ее мама была преподаватель арабского языка. Она с детства воспитывалась в такой духовной семье, у нее духовность, когда человек очень сильна, она смотрит на вот эту всю суету в жизни, как-то вот... Все вот как-то вот ей в розовом цвете казалось. Благодаря этому она... Папа тебе говорил, я удивляюсь тебе, Раечка, моя мама с утрафиках, ты говорила, вообще у тебя нервная система, вообще как? У тебя нервы есть? Ну, я не помню, что мама ему отвечала. Мама говорила, что просто она умеет, наверное, хорошо себя держать в руках и не давать воли эмоциям. Уже в крайности эти что-то случая... Я первый раз видела действительно маму мою в отчаянии, в горе, и действительно, это когда был траур по отцу. Вообще-то, она похожа была бы на папу. На папу. И характер папина был. Все это случилось у всех на виду, Ты мне подмигнул, спеша на ходу, И тайную власть безмолвно храня, В толпе мне зажглась улыбка твоя. С этой композиции в конце 80-х начался настоящий взлет певицы Азизы. Песня звучала из всех музыкальных киосков. Без нее не обходилась ни одна телевизионная программа. Певице только-только исполнилось 20 лет. И она даже не представляла в тот момент, насколько серьезно меняется ее жизнь. Азиза была сильно привязана к семье и воспитана в строгих мусульманских традициях. Конечно, мама не разрешала до свадьбы, чтобы я с кем-то любовь морковь крутила. Не дай бог, чтобы, значит, кто-то не обесчастил. И она все время проводила с нами, она сажала у нас троих дочерей своих. И Гульнара, Негора, Азиза, и вот всем нам рассказывала, что вот это все очень нехорошо, это большой грех, это вот обязательно надо выйти замуж, потом вот уже все, потом родить. Как-то в нас она это вот смогла не то, чтобы вбить, она и не внушить, она смогла нам объяснить правильно и грамотно, что действительно мы избегали, вот я, по крайней мере, подобного рода взаимоотношений интимных. Правда, так получилось, что замуж я так и не вышла, как мама бы это мечтала, вот еще там 18 лет или 20, в Узбекистане рано вот выходит замуж там. Я все воспитываю, вроде. Ну, конечно, она больше, я ее обращала внимание. Я помню, первый раз, когда я услышала, что моя мама сказала, еще папа был жив, мне было тогда лет, наверное, вот как раз перед его смертью, может быть, за какое-то полгода, я собиралась в школу, стояла перед зеркалом, перед трюмо и причесывалась, и в такой школьной форме, в короткой, и мама сказала папе, Абдулла, посмотри, вот у Азиски такие красивые ноги, прям как у меня. Ну, уже, видимо, стали оформляться какие-то вот фигурные гур. И вот тогда она сказала об этом папе. Вот. И я так вытянулась вся, думаю, ой, мама уже, значит, уже, первый раз я от мамы тогда, не мне она сказала, а папе, что у Азиски красивые ноги, как у меня, значит, и потом, когда, я помню, мне присвоили какой-то такой приз, опять же, в Юрмале, там самые длинные ноги в Юрмале, или что-то такое, или самые красивые ноги, она все говорила, я говорю, мама, это же так неудобно, я же все-таки из Узбекистана, ну, в Узбекистане и про ноги говорить, ой, это же некрасиво, мама говорит, что некрасивого, мне, например, нравится, когда говорят о твоих ногах, у тебя вообще моя фигура, «Ялта-87». Это выступление Азизы на знаменитом в Советском Союзе фестивале «Крымские зори». С этой сцены зазвучат имена Ксении Георгиади, Милы Романиде и Азизы. В это время ее карьера будет развиваться со скоростью реактивного самолета и разобьется в тот самый момент, когда, казалось бы, ничто не предвещает беды. 6 октября 1991 года за кулисами концертного зала «Юбилейный» в Санкт-Петербурге между директором Азизы и певцом Игорем Дальковым разгорится скандал за право кому закрывать концерт. В те годы выступать в финале значило быть более популярным. В спор вовлекается директор Игоря Талькова. Звучит выстрел. И пуля попадает прямо в сердце певца. Он умирает мгновенно. Убийца Талькова не найден до сих пор. Главные участники трагедии, бывший директор Азизы и администратор Талькова, эмигрировали. Азиза, по большому счету, была ни при чем. Но почему-то именно ее сделали виновной в гибели Талькова и предали анафеме. Мне тоже тяжело. Это трагедия всей моей семьи. Вы понимаете, когда девочке 24 года мне было тогда. Это сейчас я взрослая женщина, и меня как бы танком проедешь, я еще встану и пойду. Образно говоря, да, закалилась. И потом его духовно опять стержень, окреп. Но ведь тогда, понимаете, вот сейчас, когда вы говорите об этом, вот я, например, вот у меня в сердце, да, есть такой уголочек, где до сих пор живет вот эта Азиза Мухамедова, которая до определенного момента была очень наивным, очень чистым, доверчивым человеком, понимаете, и ее очень легко ранить, и очень легко не то что обидеть, а выбить так почву из-под ног, что не только руки, как говорится, опустятся, и ноги протянешь. Вы понимаете, тогда в той ситуации нелепо, мне вот помогла выжить именно моя мама. Я научу слова летать И сердце вылететь позволю Я выпущу слова на волю Я научу слова летать После роковых событий октября 91-го Азиза узнает, что такое настоящее предательство, измена, трусость. За нее никто не заступится. По молчаливому согласию телемагнатов ее будут методично вырезать из каждого эфира, а потом и совсем перестанут приглашать. За долгие 15 лет медленно и твердо для Азиза наступит другой мир. У меня есть характер папин, у меня есть какая-то творческая гибкость, которая от мамы, и я сильная, я справлюсь, я занималась, я не могу слушать автотренинг, это уже как бы все, это уже запрограммирование себя на то, чтобы держаться, не ломаться, для того, что, ну, надо как-то, знаете, держать себя в руках. Я любовь откидывала уже куда-то, второй план, что очень не нравилось моей маме, потому что она говорила, ну, когда же свадьба? Ну, когда же, ты вообще собираешься выходить за вами? ты мне внука собираешься вообще или внучку? Уже как? Уже возраст? Я говорю, мама, у тебя еще есть передо мной двое, но у одной уже есть сын, Тимурчик, это единственная племянника. Я говорю, вторую, пожалуйста. Ну, вторая, говорит, ой, не горка, это как-то избалованная, я сама не знаю, что не надо, давай ты, давай ты, ты все умеешь, ты все можешь, и ребенка добавить, ты тоже, ну, даже без мужа. Когда он мне сказал, даже без мужа, я сказала, о-о-о, а почему, я говорю, мамочка, ты мне об этом не сказала, когда мне было там 17 лет, и все, я говорю, не дай бог, но мама, но жизнь другая была, а сейчас уже, я говорю, нет, мама, теперь я без мужа не хочу, это, это, я говорю, не есть правильно, родить только для себя, или даже мамы для себя, у ребенка должна быть полноценная семья. В эти годы одиночества, находясь в другой стране за тысячи километров от дома, она все чаще и чаще вспоминала заветы родителей. Ну, папа тоже очень воспитывал, ой, как он воспитывал тоже, он очень, он болел уже в последнее время, он же инвалид войны был, он как, она начинает петь, как Азиза, он уже с кровати встает, приходит, вот как она пела, хорошо, а отец, отец прямо сидит около него. У меня сейчас 44 года, начала работать в 16-е, никогда не было такого периода, когда даже в жизни были моменты, что вроде как карьера никуда не росла, стояла на месте вроде бы, и не происходило никаких телевизионных эфиров каждый день, не каждый час, там как, например, вот это вот в последнее время происходит, да, но тем не менее, все равно у меня всегда была работа, если это не на сцене, потому что концертов не бывает каждый день, их не бывает очень много, тем более, человеку, который, значит, например, не находится прямо вот в этой тусовке шоу-бизнесовской, а как бы так, со стороны, вроде и рядом, и вроде и нету, но на самом деле я всегда как бы была, я всегда работала над собой. Азиза ведь не сломалась, то, что ее не было, это не знаю, она же, она не ушла в запой, там, вы понимаете, она не опустилась, она не превратилась в асоциальный элемент, она все эти годы как могла работала, она тянула огромную свою семью, кормила практически всех, там, сестер, братьев, ну, родители, это понятно, там, мама, это святое, и так далее. Она работала, хваталась за любую работу, она ездила, за копейки работала, пела, внесла свое искусство людям, выживала как могла, и при этом она, вот сейчас, когда ты смотришь на Азизу, как будто не было вот этих, там, больше, чем 10 лет забвения, да? В последние годы Азиза стала все чаще думать о том, что живет механически, только сегодняшним днем. Она так давно мечтала о собственной семье и детях, но этих радостей она так пока и не испытала. В какой-то момент надеешься, что вот сейчас, вот пройдет вот этот год, и вот со следующего года, или там, со следующего дня, или следующей недели, обязательно что-то изменится, и что-то кто-то встретится, и он будет настолько тебя понимать, и поддерживать, и принимать такое, какая ты есть, или там, и ты его примешь таким, какой он есть, со всеми достатками, там, недостатками, но, как правило, каждая встреча, она в моей жизни, почему-то, вот Бог, я не говорю, что это были встречи, потом расставания, потому что там, кто-то кому-то не угодил, или кто-то оказался лучше или хуже. Если бы это был вопрос, мне задан там, несколько лет назад, я бы отвечала, естественно, иначе. И сейчас, так как во мне уже тоже, благодаря, опять же, нашим предкам, духовный рост, в общем-то, диктует и мое поведение, и мое смирение где-то, да, в жизни, и мои вот мысли таковы, что просто, как бы, Бог отводил от меня, например, наверное, ненужных людей, и все, и нечего добавить к этому. И поэтому с каждым годом, с каждым разом, а ведь, помните, это была СССР, потом перестройка, потом вот этот хаос везде, потом эти границы, а потом Узбекистан делился туда, Россия сюда, Кавказский. все, и это вообще, я помню, такая паника вообще началась везде, во всех слоях социальных, да, и а у меня паники не было, потому что я знала, что я надеюсь только на себя, у меня есть талант. В дом твой вхожу без ключей и незлимо приходит со мной в сон европейских ночей нежной Азии огненной сной Да, мы блуждаем ночи, да, изменчивы наши пути, но нам не уйти от тебя, нам от судьбы не уйти, все повторю я или ничего это знальный голос сердца моего я прошу неба только одного все или ничего Ну, слушай, ну, где-то в небе путь нетленный вечная дорога Мам, извини, я ошиблась еще раз где-то на земле сейчас я здоровья у меня нет, плохое здоровье плохо, не могу идти уже ее слушать и все равно стараюсь идти, я говорю, когда ты поешь, я иду, я иду все равно нет, нет, я иду все равно дочь особая мне кажется, что я вообще настолько, как сказать, в семье, по крайней мере, да, вот ни от сестер, ни от своего племянника, тем более своей мамой, я, мне кажется, не заслужила не то, что осуждение в чем-либо, в каком-то моем поступке или проступке, даже, извините меня, такого косого взгляда, потому что настолько я, я живу для своей семьи, для всех, для них, я даже уже, в принципе, я уже спрощалась с этой мечтой иметь свою семью, там, мужик, ребенка, потому что мне кажется, что это уже невозможно, ну, физически, может быть, это еще невозможно, но как-то вот, во-первых, трудно, потому что понимаешь, что с каждым разом, вот путем средств массовой информации, газет, там, общественного мнения складывается определенный образ певицы Азизы, да, и ведь немногие мужчины, которые вот прям жаждут со мной так познакомиться, потому что по телевизору это одно, они могут влюбляться в образ, они могут, там, восхищаться вокалом или, там, телодвижениями или, там, темпераментом или что, но это совсем разные вещи, а совсем по-другому, когда вот, когда ты человек известный и когда у тебя определенный имидж, мужчина, как правило, теряется. Он такая же, абсолютно в такой же физической форме, прекрасно выглядит, с чувством юмора, с потрясающей, совершенно энергетикой, жизнерадостной, оптимистичной, ей можно только аплодировать, действительно. И он не может тебя принять такой, как это есть на самом деле, он тебя просто не видит. Он тебя не может просчитать, угадать, ему всеми кажется, что ты актриса, которая играешь 24 часа в сутки. Снова вспомнилась мне, как давно, когда-то в детстве пел мне песню отец о влюбленном орле, как парил над землей тот орел с любимой вместе, как рассветы встречали они на высокой скале. Наблюдая за ней сегодня, становится очевидно, что все пройденные испытания были в жизни Азизы не зря. Из обычной восточной красавицы она превратилась в мудрую, уверенную в себе женщину. И только близкие знают, как часто ей приходилось плакать. И не один раз. Но они у меня опускаются руки не больше, чем на 2-3 дня. Больше просто нельзя. Потому что можно настолько как бы... Дело в том, что тогда просыпается у женщины уже по ее природе жалость к самой себе. А это, знаете, такое признание одиночества. Не то, что... Это слабость, ладно. Женщина должна быть слабой. Я этого не сняюсь. Я часто чувствую, что я много что не могу и там и плачу, и неиствую. И все такое понятное. Но существуют такие моменты, когда... если я начинаю жалеть, я думаю, так вообще нет, что больше меня и пожалеть никому. У меня есть мама, во-первых. У меня есть мои сестры, которые старшие, во-первых, могут поддержать. У меня есть немного, но там пару хороших друзей. И они... Уж в конце концов приду и поплачу с ним. Но сейчас уже, конечно, за мной смотрят. Я уже постарела, доченька. Да, теперь со мной, конечно. Все время около меня смотрят, ухаживают за мной. Но все равно на концерты, я говорю, ты меня возьмешь, я пойду. Потому что ее концерты невозможно не видеть. Она хорошо поет. Очень давно я привезла в Москву из Ташкента. Все-таки убедила, что она должна быть со мной рядом, что ей от этого будет первое. В первую очередь, ей будет лучше. Потому что она всегда будет... Все самое лучшее все будет для нее. Она всегда будет в моем поле зрения. Все внимание для нее. И я буду спокойна. Я не буду нервничать. тоже в другом конце. Не даже в другом конце, а в другой стране. Вот они в Узбекистане, я в России. Каждые пять минут я звоню и спрашиваю, что мама поела, а что мама одела. Мама вышла, а мама зашла. А мама там что делает, а нет ли у нее депрессии, а не болит ли у нее голова. Это тоже как-то для меня, например, очень выбивало меня это состояние равновесия. А так она рядом, ей хорошо, мне еще лучше. Жизнь любой известной личности наполнена слухами и даже мифами. Азиза не исключение. Но сегодня она старается быть максимально естественной. И на закрытой вечеринке по случаю своего дня рождения, и на прогулке с мамой и на сцене. Раньше была большая разница Азиза в жизни. Такая вот ПТУ и Азиза на сцене это действительно были разные внешние и как-то по поведению. Да, там была какая-то определенная роль, которую я играла, но тоже пропускала через свою душу, через свое сердце, там, да, через себя. Поэтому никогда не выглядело смешно или нелепо или как-то так, как говорили Станиславские, не верю. Мне всегда верили все, что я пела и все, что говорила, потому что всегда это делалось искренне. И с большой работой над этим. А что еще важнее, может быть, этого? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и это будет востребованный с экономической точки зрения продукт, что они смогут эту музыку продать, потому что, ну, кругом эпоха товарно-денежных отношений и музыкальные производители, они это артисты-таланты, а для музыкальных производителей шоу-бизнесмена, шоу-бизнесменов артист это всего лишь музыкальный продукт, музыкальный товар, который он произвел и он выставил на рынок, и он должен этот товар продать, чтобы заработать. Поэтому в этом смысле у Азизы сейчас очень тяжелый период, когда она должна доказать, что она еще не прокисшая кисель, что этот кисель еще, ого-го, очень сладкий, вкусный, и что он пойдет, будет разлетаться, как горячие пирожки. Рядом с популярностью есть еще и обратные стороны, медали, что действует уже на нервы, и рано или поздно, но это не стоит того, чтобы, понимаете, во-первых, это, есть вещи, от которых очень моя мама всегда расстраивалась, какие-то публикации в газетах, или, например, когда вырезали из каких-то программ, потому что там не было своего продюсера, или не было там спонсора, который там проплатил эфир, оставляли там других артистов, более выгодных, ну, и я была в списке, которых можно там взять, убирать, или, наоборот, вставить, когда там была какая-то там, там был пробел, это доставляло очень много переживаний, и не только мне, я говорю, в первую очередь, моей маме, я, ну, это все уже позади, я надеюсь, что больше такого не будет уже. 2007 год стал для певицы Азизы запоминающимся. Она вернулась на сцену с новым альбомом, выиграла телевизионный конкурс «Ты суперстар» и стала снова гастролировать. Теперь она мечтает о переменах в личной жизни. Мне вообще редко когда-то что окрылять. Меня может окрылять только любовь. Какие-то достижения в плане карьерных побед, они меня радуют. Ну, не более. Я не чувствую себя в этот момент прямо счастливым человеком. Потому что, наверное, как любая восточная женщина, в которой генетически заложена в первую очередь эта миссия на Земле при рождении, естественно, которая дается Богом, это стать матерью, а я так пока и не испытала этой части материнства, то вот как бы когда я стала понимать, что женщина рождена на Земле для того, чтобы пендрюм быть матерью, потом ну и женой, и хозяйкой, и вот беречь очаг, и как это делала моя мама, то, естественно, для меня это было эталоном. А все остальное, когда ведь я стала певицей, не потому что я хотела петь, потому что очень хотела моя мама. Потом, когда я стала зарабатывать деньги благодаря этому пению, я поняла, что это как бы то ремесло, которое приносит еще мне независимость и благосостояние всей моей семьи. Потому что мои две старшие сестры, они были достаточно сдержаны в таких проявлениях занять роль главенствующей семье, как кормилицы или там, понимаете, после смерти отца. Они все, у них свои семьи там были, у них там у старшей сестры там у нее ребенок, она вот ему, он все посвящала и отдавала. А у меня все сложилось иначе. Поэтому для меня вот эти все взлеты, это были и вот эти победы первым делом я только думала о прибавлении зарплаты, о ставках повышается или там, премиальные, потому что эти деньги нужны были на содержание семьи. Азиза третья и самая младшая дочка в семье. Поскольку ее отец всю жизнь мечтал о сыне, то именно Азизу он воспитывал по-спартански. Во мне уже тогда, в то время, будучи совсем юной девочкой, я так рационально и ответственно подходила к тому, что в этой жизни есть все-таки бытовые проблемы и праздники есть, но в основном это будни. И естественно, это материальная зависимость, когда никто не принесет на золотом блюдечке, там, с голубым блюдечке с золотой каемочкой, я понимала, что надо только самой. И настолько это в меня, во мне росло, крепло, и в этом я убеждалась, что лучше ни от кого не зависеть, а только надеяться на себя, то в какой-то момент для меня это даже застало какой-то фобией. Потому что фобия в плане того, не то, что вот это болезнь, нет, но понимаете, даже встречаясь и знакомиться с каким-то молодым человеком, когда моя мама говорила, Азиза, хватит уже, заканчивай свое ремесло уже, хватит зарабатывать деньги, уже давай замуж, и пусть он делает, пусть он работает, а ты вот рядом. Вот мне казалось, что это как-то даже нечестно и по отношению и к себе, и по отношению даже к своему избраннику. Она самостоятельно зарабатывает с 16 лет. Но с того момента, как Азиза уехала на свои первые гастроли, для ее мамы закончилась спокойная жизнь. Я ее уж отпустила, я говорю, езжай уж и ладно. Я же бы ездила все равно сама за ней. Бегала, молодая была, я тоже ездила за ней, сколько раз ездила. Там тоже обалдели, там такая, говорит, певица пришла, такая талантливая, поет так. Мама, моя гордилась с мною. И она вот как бы все то, что она всегда восхищалась моим отцом, как музыкантом, как человеком, она стала гордиться мною, потому что, не знаю, она всегда говорила, что да, она всех любит одинаково, всех троих детей, но мне почему-то казалось, что все-таки как-то во мне она видит больше себя, больше себя видит во мне, чем в своих двух старших детях. Я сама же певица. И дирижер я, закончила консерваторию. Сама уже. Я думала, наверное, я говорю, она тоже будет такая же певица будет. Консерватория, я ее устроила сразу. И вот, и она начала петь. Пела в основном даже больше для мамы, потому что моя мама, она из-за того, что она до того, как вышла замуж за моего отца, она работала несколько лет в драматическом театре в Ташкенте, ну, солисткой драматического театра была. Потом она вышла замуж и по отец ее, естественно, забрал с работы. И вот, вы знаете, вот у нее какая-то была мечта нереализованная, видимо, что вот сцена или чего-то она, видимо, где-то она себя еще не проявила настолько, насколько бы она хотела, потому что она посвятила себя мужу, детям. И вот она вот решила это во мне. Она увидела дар во мне Божий и еще сказала, что у меня есть то, что передалось мне по наследству от мамы. Это голос, это артистичность. И, в общем, она из меня стала с детства лепить такую девочку-артистку. В детстве она мечтала совсем о другой профессии. И если бы не настойчивость мамы, ее мечта стать врачом, наверное, исполнилась бы. Ведь до сих пор в характере Азизы есть что-то от медицинского работника, едва уловимая на первый взгляд покровительственность. Я бы стала врачом, хирургом, да, делала бы операции людям с благополучным исходом. Да, я была бы хорошим врачом. Со многими жизненными неурядицами Азиза боролась в одиночку, лишь иногда давая волю эмоциям. Три года назад она пережила серьезную депрессию. Был момент, когда стрессовые моменты были в жизни, страшные, трагические, они просто так никогда не проходили женщины. И в какой-то момент по молодости она смогла, вот как я, собладать своими, ну, чтобы не возникли психологические проблемы, да, чтобы не душевный разлад не произошел, да, чтобы просто вот, ну, не сойти с ума, там, от каких-то вот таких горестных моментов, которых в жизни пережила я. То, и в том числе, там, по молодости, там, у меня были потери ребенка, вот, это такое, такие страдания, переживания, которые просто в ней проходят. И поэтому был момент, когда организм у меня настолько сдал сбой, я поправилась на 25 килограмм. Это было три года назад, когда вот, вот после сорока, и когда вот, видимо, уже настолько вот организм устал, он сказал, все, Азиза, вот, я больше не могу это все удерживать. И вот тогда все, у меня бах, буквально за какие-то полгода, там, 8 месяцев, у меня разнесло, на 25 килограмм. Я думала, вот она, тетя Мотя, вот, а говорят, жизнь после сорока только начинается. Моя мама сказала, нет, Азиза, это просто, это, а как ты хотела столько пережить, столько перестрадать. Ну, я же держусь, вот мне там, она говорит, 80, я всегда, она говорит, мне всегда 80, тогда его 80, сейчас я 80. И она говорит, нормально, и у тебя все, ты, говорит, мою породу, ты не переживай, ты похудеешь. И действительно, прошло где-то чуть больше года, ну, естественно, много было труда за этим, моим похуданием. И вы знаете, да, я опять, вот стала той Азизой, которая меня, в общем, в основном помнит, знают и любит. Эта певица, она значительно многоплановее, многоплановее и глубже, чем вообще принято было о ней считать. Это совершенно восхитительная драматическая актриса. Это певица, возможности которой, на мой взгляд, вот, исходя из того, что мы знаем в ее репертуаре, что мы слышали в ее репертуаре, раскрыты, ну, буквально, может быть, на каких-то 10%. Она такая, знаете, дива. Классическая, великолепная, фееричная, дива, со всеми атрибутами дивы. Пьянею я, не пьяна, на сцене я все в этом даме, я лишь от музыки пьяна, а музыкантом я свой парень. если я вернулась, если я вернулась после такого длительного полузабвения, можно сказать, хотя это для людей, которые не знали и не ведали о том, как я жила все эти годы, и, может, кажется, что там я бросала все это дело так, всю эту музыку, и, не знаю, уезжала куда-то там, покорясь в какие-то пространства, замуж выходила, или наоборот, бизнесом занималась. на самом деле все равно я преподавала музыке, вот, у меня же концернаторское образование, я преподавала, давала частные уроки детям, я ездила в пионерские лагеря по три месяца. Все свое свободное время Азиза старается проводить с мамой. И такое ощущение, что ее детская связь с матерью так никогда и не прерывалась. Я иногда прихожу к ней по утрам и ложусь рядом, вот так вот взяла, залезла, значит. Она каждое утро ждет, когда я приду. Я знаю это, и я это чувствую. Но иногда приходится, не могу, знаете, приходится куда-то бежать с утра, или там, не дай бог, куда-то уезжать еще. А когда вот у меня вот свободное там полчаса времени, с утра я приду, лягу с ней, вот так. Как, знаете, в детстве ребенок начинает, вот это маме, у всех детей в детстве бывают у мамы любые места. Кто любит там за руку щипать. Кто любит, например, там, я не знаю, там, палец дергать. У меня любимое место у мамы, это вот здесь, вот рядом с подмышкой, такое вот мягкое место. Я с детства помню, вот помню, она меня от груди, когда еще оторвала, и я помню, всегда вот все равно вцеплюсь вот ей вот вот здесь, где подмышка сверху, где мягкая такое, и так и засыпаю. И вот до сих пор, что, значит, это вот, видимо, в подсознании, вот, наверное, у меня уже это осталось, я вот к ней приду, вот возьму его так двумя пальцами, значит, за вот это любимое место подмышкой, и я могу забыть про все. Вот у меня такое впечатление, что какие там 44 года, все, вот это опять из-за Мухамедова, ученица там первого класса, лежу тут, и у меня даже, вот, голос другой, у меня, и мама говорит, ой, говорит, а я, ну, естественно, без грима, без краски с утра, и она говорит, ты все-таки, говорит, еще не выросла, и ты, говорит, как была вот ребенком, так и осталась, и, а вот, так это вот твои, старшие сестры, они давно уже не приходят, там, не поцелуют, не обнимут, тем более, там, не лягут рядом, они, говорит, взрослые, стали, а ты, говорит, все равно младшая есть младшая, И вот тут я начинаю говорить, мама, как ты думаешь, давай с тобой посоветуемся. Я говорю, ты никому не говори, мне надо именно с тобой. Ну, давай, давай. И вот я смотрю, она прямо сосредоточится вся. И вот я начинаю говорить, а как ты думаешь, вот так мне лучше сделать или вот так? А как ты думаешь, заключите мне контракт с Пригожиным, он предлагает мне после конкурса. Мама говорила, заключи. А я вот не заключила. Вот надо было слушать маму. Но опять вот это моя самостоятельность. Да и даже не занималась, сама знала все. Все понимала. Честное слово, прямо не учила даже. Смотрю, сама откуда-то доходят, песни начинают петь. Я обалдевала, только смеялась я. Пятнадцать лет забвений и несправедливых обвинений остались для Азизы позади. И порой так хочется взять реванш у времени, чтобы успеть реализовать самые сокровенные мечты. Если верить по восточным звездным гороскопным всем раскладам, а я по знаку Содиака Овин и Дракон, то каждый 12-летний цикл, который возвращает, не возвращает, а, например, повторяет, да, вот 12-летний цикл, вот мой год Дракона и будет в 2012 году. Это, получается, через 4 года. Так вот, если вот ему верить, то через 4 года в моей жизни должно произойти что-то совершенно очень, опять, ну, такое неожиданное, но в положительную сторону. Это может быть совершенно, это может быть смена города, смена жительства, это может быть другая страна, это может быть, например, возвращение обратно, например, на свою родину. Это у меня Успекистан. Это может быть, наконец-то, опять же, может быть, это будет брак, который будет там заключен уже не просто в ЗАГСе, а там в церкви, благословения. Вот не просто там расписались, там, вот не так, а все по-взрослому, как говорится, да. Может быть, это будут, наконец-то, может быть, это будет приобретение своего собственного жилья, которого у меня в Москве нет. Мы с мамой, как бы мы до сегодняшнего момента, моя мама до сих пор гражданка Узбекистана, а я вот только вот полгода как гражданка России, вот официально. Ну, до этого были какие-то вот у нас, у меня лично там документы, все, но потом оказалось, что это там все это Филькина грамота, и все, когда вот полможем сделано было, только полгода назад я как стала гражданкой России. Например, купить квартиру, я, например, никогда не могла. Все равно, у меня хватало средств для того, чтобы содержать семью, для того, чтобы каждый месяц оплачивать по две съемные квартиры, чтобы там никто не нуждался, чтобы дать образование там моим родственникам, там племянникам или там знакомым, чтобы перешить костюмы из моих коллег. Я могу похвастаться, у меня практически у одной вот такие дорогостоящие костюмы, и очень много их, и все это там и ручные работы сделаны, которые половину из них мы вообще не видели. Только благодаря этому конкурсу теперь у меня появилось много работы, много выхода в там свет, и интерес ко мне опять поднялся. Я хочу, пока еще жива, пока еще я не умерла, я хочу, чтобы она удачно за хорошего человека замуж вышла, и чтобы одного ребенка, не надо, то одного ребенка хотя бы родила, чтобы я видела, тогда я уже все для меня. Ну, видишь, вот этого хочу, дочинка.